На прошлой неделе над миром снова повисла угроза крупного военного конфликта, хотя многими это и осталось незамеченным из-за потока новостей о коронавирусе. Турция и Сирия вступили в прямое военное противостояние на севере Сирии. Выждав несколько дней, Россия поддержала войска правительства Башара Асада, а турки пустили границы с Грецией тысячи беженцев. В конце недели по итогам московской встречи президентов двух стран Россия и Турция все-таки договорились о прекращении боевых действий. Обсудим ситуацию. У нас в студии политолог Томас Аллаталу. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну если говорить об этом конфликте, который называют одним из самых острых, то с чего он стал развиваться в конце февраля? Ну если вспомнить, то в конце января президент Трамп объявил так называемое дело веке. Это касается будущего Израиля и Палестины. И через две недели, поскольку это был ход с позиции силы, и по-американцы не договорились с палестинцами, через две недели сирийский парламент принял резолюцию, осуждая дурецкий кеноцид против армян в 15-м году. И понятно, что после этого отношения между Турцией и Сирией, но они уж таковы, что надо было ожидать как раз такого развития. А чем Турция вообще обосновывает свое присутствие в сирийской провинции Идлиб? Своими интересами. Сейчас стало модно опять говорить о том, что у нас есть интересы и у нас есть сфера влияния. И давайте вспомним, что после того, как Россия, так сказать, на официальной основе, поскольку они договорились с Асадом, ввела свои войска в Сирию, через несколько месяцев Турция делала то же самое, но, конечно, без договоренности с Асадом. И в конце прошлого года была достигнута, в принципе, такая договоренность, что гражданская война в масштабах всей Сирии заканчивается таким образом, что остающие пандформирования, как раз это слово упомянулось в встрече Ердогана с Путиным в Москве, они будут все перевести как раз в провинцию Идлиб. То есть это, скажем так, последняя провинция, где сохранились так называемые пандформирования. То есть Турция якобы борется с этими пандформированиями там? Нет, они как раз на стороне, так сказать, нейтралитета. То есть договоренность была о том, что вот эти остатки войск Калифата из всех регионов Сирии, они были переведены в провинцию Идлиб вместе с оружием, вместе с женами и с детьми. И было достигнуто договоренность, что они будут там замилитаризованы, то есть они через какое-то время вернутся, отдают свое вооружение, и, так сказать, дадут им возможность войти в мирную жизнь. Но этого не случилось, ибо борьба там просто продолжается. И возвращаясь как раз к этому договоренностью в Москве 5-го числа, там документы прямо говорится, что уничтожение террористов, которые входят в организации, которые запрещены или названы такими Советом Безопасности ООН, эта борьба на уничтожение этих организаций продолжается. И в следующем пункте говорится, что, конечно, политический конфликт Сирии надо и решать политическими решениями. То есть там есть определенные, так сказать, разноречия. Так что в целом ситуация сохраняется, как это было. Но в чем они договорились, это то, что там есть две крупные дороги, одна идет из Алеппо на юг Татамаскуса, и другая дорога идет в тот портал атаки, где находятся, как известно, российские корабли, и там поближе, где-то известная паза. И вот теперь они договорились, что в этом перекрестке образуется новая, так называемая нейтральная зона, где, так сказать, можно спокойно передвигаться всем. Но, кстати, вчера уже Эрдоган сказал о том, что, если надо, Турция будет в одностороннем порядке действовать. То есть стал ясно понять, что может не выполнять то, о чем договорились в Москве. А почему? В этой связи вот насколько действительно вероятно возникновение крупного военного конфликта между Россией и Турцией, которая, к тому же, еще и членом НАТО является? Ну, поскольку Эрдоган и Путин встретились, и кто посмотрел это по телевидению, это впервые, они, так сказать, не поцеловали друг друга, и они очень холодно говорили. На предыдущей встрече в Москве оба называли друг друга как раз друг другом. Друзьями. Друзьями, да. Но сейчас отношение было совершенно другое. Но почему вчера Эрдоган делал такое заявление, это понятно, потому что он сегодня в Брюсселе и будет там встречаться с руководством Европейского Союза. И при этой встрече, то есть Эрдоган надеялся на то, что эта встреча на самом деле будет иметь место в Анкаре с присутствием Меркеля и Макрона. Но те отказались, и Путин был против этого. Но тем не менее, если сразу после московской встречи Турция, в принципе, остановила переправку этих беженцев в сторону Европы, их просто остановили, вот это показывает, что была определенная договоренность, поскольку и Меркель позвонила Путину, и Макрон позвонил, была и договоренность насчет этих беженцев. Но ситуация с беженцами, это своего рода шантаж был со стороны Турции. Да, понятно, шантаж. И как это расшается, это будет видно сегодня, я думаю, вечером Эрдоган делает заявление уже в Прюсселе. Но в целом ситуация очень плоха в том плане, что если сравнивать вот эти нынешние беженцы с теми, которые там на палестинских и других территориях уже находятся 40-50 лет, то разница в том, что это совершенно новое поколение людей, это уже люди 21 века, они превосходно знают, что у них есть определенное право, и они просто выжитают нужного момента, чтобы идти в действие. И вот как раз этим моментом пользуется сейчас Эрдоган, и его надежда, конечно, связана с госпожой Меркель. Просто напомню, что пять лет назад как раз немецкое правительство было то, которое неожиданно объявило, что давайте все приходите в Европу. И начался вот этот большой штурм Европы. И сейчас скорее опасность в том, что там будет война. Если все-таки Эрдоган и Путин могли шесть часов друг другом говорить, скажем прямо, что опасность войны не уж так велика. Но есть все-таки большая возможность того, что эта масса, которая там уже накопилась, и которая пять лет ждет свои возможности, будет идти в движение. Спасибо. У нас в гостях был сегодня политолог Томас Аллаталу. Спасибо. Спасибо.